Всем привет, дорогие друзья! Наверняка многие из вас задумывались о своем личном бизнесе, и если это так, то это видео именно для вас. Сегодня мы поговорим про несколько необычных видов бизнеса, которые заинтересуют многих. Например, мобильная автомойка или кафе с голограммой. Все это и многое другое ждет вас в этом ролике. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Как вы думаете, какая самая частая проблема возникает у автолюбителей? Нет, это далеко не поломка авто и не авария. В первую очередь это грязь, которая появляется на автомобиле, например, после дождя или снега, в связи с чем приходится ехать на автомойку. И тут же возникает новая проблема еще большего масштаба. Это большие очереди, особенно в период смены времени года, когда погода очень нестабильна. В очередях приходится стоять буквально по несколько часов, что для многих является непозволительной роскошью. Поэтому в США ребята из компании Spify нашли выход из этой затруднительной ситуации. Они придумали мобильную автомойку, которая приезжает к вам домой, ну или, если быть точнее, туда, где припарковано ваше авто. Но как же устроен данный вид бизнеса? Все достаточно просто. Вы заходите в приложение, выбирайте адрес, вид мойки и просто ожидайте. Да, это работает примерно так же, как заказать пиццу или роллы на дом. Но дальше все еще интереснее. Примерно через полчаса на выбранный вами адрес приезжает небольшой фургон со специальным оборудованием для мойки машин и командой. Затем в течение часа у вас забирают машину и моют ее по ранее выбранному вами тарифу. И, к слову, количество тарифов может быть не ограничено. И включить они в себя могут абсолютно разные услуги, начиная от обычной мойки кузова, заканчивая комплексной мойкой всего авто. И по итогу вы получаете чистую машину, так сказать, не выходя из дома. Стоимость такого выезда начинается от 60 долларов, что, честно говоря, достаточно дорого. Но тут же есть, несомненно, большой плюс. Человек платит деньги не только за мойку, но и за экономию времени, что в нашей реальности крайне важно. Безусловным плюсом данного бизнеса является, конечно же, экономия времени. Ведь мы живем в 21 веке, и у каждого из нас день расписан практически поминутно, если не посекундно. Поэтому потратить час-другой на автомойку, как я говорил чуть ранее, непозволительная роскошь. Отчего такой вид бизнеса, безусловно, будет пользоваться большой популярностью и окупится примерно за пару лет. Если бизнес с мобильной автомойкой вам не подходит, например, из-за жаркого климата, где машины не пачкаются, то у меня для вас есть еще более необычное предложение. А именно, виртуальные картины. И нет, я говорю не про NFT, а скорее про, так скажем, онлайн-зеркало, которое может транслировать изображение человека с одеждой, которую он хотел бы примерить, или с интерьером позади себя. Так, разработчики из японской компании ActiveLA представили интерактивный интерфейс, который позволит примерить абсолютно любую одежду. Не дотрагиваясь до нее. Но где можно реализовать такой вид бизнеса? Например, в магазинах с одеждой. То есть, в примерочной каждого магазина с одеждой. Вместо привычного нам большого зеркала может стоять таких же размеров монитор или экран, транслирующий изображение человека или интерьера в реальном времени, где можно выбрать интересующий вас предмет одежды и примерить его в режиме онлайн. При этом не дотрагиваясь до самой одежды. Чем же хорош данный вид бизнеса, спросите вы меня? Во-первых, это необычно. Даже сейчас, в век развитых IT-технологий, такое предложение будет весьма нетипичным, что, несомненно, добавит повышенный интерес к данной услуге. Во-вторых, это все та же экономия времени. Человеку больше не придется примерять, например, по 10 видов футболок или по 5 пар штанов и тратить на это драгоценное время. Он сможет компенсировать все это при помощи пары движений по сенсорной панели. В-третьих, это обезопасит саму одежду, поскольку в магазинах люди примеряют одежду с полок, отчего она портится и изнашивается до покупки. А это является самым настоящим убытком. Виртуальное зеркало исключает такой вид убытков, поэтому идея такого бизнеса, по моему мнению, крайне перспективна и достаточно легко реализуема с учетом нынешних IT-технологий. Если идея с виртуальным зеркалом вам кажется сомнительной, например, из-за потенциальной дороговизны, но желание создать свой бизнес все же присутствует, у меня есть для вас еще одно, я бы сказал, нетипичное предложение, а именно кафе. Вы можете тут же задать вопрос, кого вообще в 2024 году можно удивить обычным кафе? Ведь были же заявлены именно необычные виды бизнеса, но дело как раз-таки в его необычности. Пожалуй, у многих из нас есть, так скажем, виртуальные друзья, с которыми вы общаетесь на протяжении долгого времени онлайн, но не можете встретиться по ряду причин. Например, потому что живете в разных странах или городах, и сходить вместе в кафе не представляется возможным, но желание провести досуг вместе все равно есть. Тут-то на помощь придет кафе с голограммом. Да-да, согласен, звучит так, будто бы я пересказываю момент из знаменитой киносаги «Звездные войны», но нет, это реальность. Такие кафе набирают популярность в Японии, Корее и Китае. Как же устроена работа в подобных заведениях? В целом, на первый взгляд, это самое обычное кафе, интерьер которого может ничем не отличаться от обычного ресторана или кафе. Суть в ранее упомянутой голограмме. Грубо говоря, вместо того, чтобы прийти в кафе с другом, вы приходите один и условно созваниваетесь с другом, который находится в другом городе или вовсе на другом конце мира. И вам проецируется голограмма или изображение друг друга, и вы можете совместно поужинать, находясь в разных уголках мира, что создает впечатление близости и личного присутствия. Безусловно, таких кафе пока что не очень много, что в свою очередь также и большой плюс. В этой сфере практически нет конкуренции. Но напомню, мы живем в 21 веке, где технологии не стоят на месте и развиваются ежесекундно. В том числе, благодаря этому, у нас и появляются виртуальные друзья, с которыми в скором времени можно будет поужинать при помощи таких кафе, что в конечном итоге и сделает этот бизнес крайне прибыльным, а также привлекательным, как минимум из-за своей необычности. Кафе с голограммой бизнес, конечно, интересный, но подходит далеко не всем, поэтому у меня есть предложение более привычное для всех. И я говорю про вендинговый автомат. Все мы привыкли к таким автоматам. Они существуют в нашей жизни уже более 50 лет. Чаще всего мы покупаем через них еду или, например, кофе. Это очень быстро и удобно, особенно при быстром темпе жизни. Однако вендинговых автоматов бесчисленное множество, а значит и конкуренции тоже крайне много. Но я говорю не про обычный вендинговый автомат. Я говорю про автомат, способный изготавливать ключи на месте, моментально. У каждого из нас есть ключ, а то и целая связка ключей. Будь то от дома или, например, от машины, и зачастую бывает экстренная потребность в дубликате ключей. А мастера, изготавливающие ключи, есть далеко не везде. Тут на помощь и придет такого рода автомат. В чем же преимущество подобных автоматов? Как я сказал ранее, ключи есть у каждого из нас, и будут они актуальны до тех пор, пока мы пользуемся замками. К слову, сейчас, хоть и существуют замки, открывающиеся по отпечатку пальца или, например, по биометрии человека, замок с ключом все же является более надежным. Оттого и спрос на ключи не угасает. А если есть спрос на ключ, значит, есть спросы на человека, изготавливающего дубликаты ключей. Но тут стоит сделать оговорку. Человек, делающий ключи, не всегда находится поблизости и не работает круглосуточно. А ситуации бывают разные. Например, срочно может понадобиться дубликат ключа глубокой ночью. И если такой автомат будет поблизости, это будет хорошим способом выйти человеку из-за труднительной ситуации. Еще одним плюсом является то, что все автоматизировано, то есть ранее упомянутый работник не нужен. Соответственно, затраты будут исключительно на содержание автомата и аренду места, где будет стоять данный автомат. Также немаловажным плюсом является то, что на рынке автоматов такого рода услуги стали появляться совсем недавно, а значит, конкуренция не такая большая. Например, как у автоматов с кофе. Ну и самый главный плюс это, конечно же, круглосуточная работа автомата. А значит, круглосуточный заработок, который в конечном счете поможет быстро окупиться, а в дальнейшем и расшириться, добавляя новые автоматы. Если автомат по производству ключей каким-то образом вам не понравился, для вас я подготовил бонус в виде другого автомата, но не менее интересного. Речь идет про 3D принтер, который по совместительству является и вендинговым автоматом. 3D принтер удовольствие не из дешевых, и в целом вещь крайне немобильная для того, чтобы поставить ее дома. Поэтому автомат 3D принтер может стать хорошим бизнесом, поскольку вещи, которые могут быть созданы при помощи такого аппарата, ограничиваются лишь фантазией потребителя и размерами самого принтера. Вендинговый автомат 3D принтер появился в США в далеких 60-х годах прошлого века. Тогда его использовали для создания детских игрушек из пластика, но в то время он не пользовался большой популярностью. Скорее всего из-за того, что про него мало кто знал. Сейчас же ситуация в корне другая. Плюсы у такого аппарата точно такие же, как у автомата по производству ключей. Поэтому бизнес на необычных вендинговых автоматах может стать хорошим началом, не требующих огромных вложений. И при этом, которые без отсутствия большой конкуренции быстро окупятся, а в последующем и вовсе поможет проложить дорогу в более крупный бизнес. Бизнес на вендинговых автоматах безусловно требует вложений. Но далеко не каждый потенциальный бизнесмен располагает большими средствами. Кто-то может сказать, мол, если нет денег, не будет и бизнеса. Но это далеко не так. Есть одно предложение, которое требует минимальных вложений. Грубо говоря, это бизнес с нуля и с нулем. Вся суть в настольных играх, и этим может заниматься каждый. Я говорю про настольные игры, адаптированные под реальные города. Совсем недавно, группа молодых ребят-энтузиастов адаптировали всемирно известную игру Монополия под свой родной город. Сами того не осознавая, ребята создали вполне необычный и успешный бизнес. Монополию можно адаптировать абсолютно под любой город или населенный пункт. В обычной Монополии игрок, заработав игровую валюту, может приобрести условный завод или банк. В адаптированной под определенный город игре он сможет приобрести локально известную в Нью-Йорке пиццерию или, например, барбершоп, а также любой другой локально известный бренд или бизнес. Но одной лишь Монополии дело не ограничивается. По сути, адаптировать можно абсолютно любую настольную игру. Например, не менее известную Джанго, где помимо разрушения деревянной башни, нужно будет отвечать на локальные вопросы, связанные с городом. Например, вытягивая очередную дощечку и перекладывая ее выше, на внутренней стороне доски будет локальный вопрос, который поймут только жители этого города. У вас сразу же может возникнуть вопрос, а в чем суть? Чем адаптированная игра в корне отличается от обычной? Что нравится людям? И ответ достаточно прост. В глобальном смысле ничего не меняется. То есть процесс игра остается все тем же, но вот ощущения от игры становятся совершенно другими. Людям нравится то, что в процессе игры в адаптированную Монополию появляются их любимые магазины и бренды. Знание собственного города влияет на процесс игры, отчего появляется азарт и дополнительный интерес. Но тут вопрос, в чем же заключается плюс такого бизнеса? Первый, пожалуй, самый главный плюс заключается в том, что данный вид бизнеса не требует очень больших вложений. При большом желании и должной сноровке и вовсе можно начать заниматься производством собственноручно или совместными усилиями с друзьями. С этим может помочь чуть ранее упомянутый 3D принтер и обычный принтер, цветная бумага и канцелярские ножницы. Второй и не менее важный плюс – данный вид товара легко реализовать. Локальная настольная игра является хорошим сувениром. Вместо пресловутых магнитов на холодильник или календаря из поездки можно привезти целую настольную игру. Или же это хороший подарок другу или подруге. Третий плюс данного бизнеса в том, что это тип товара, который подходит под все возрастные группы. То есть вашим конечным потребителем может быть большая и шумная студенческая компания, ну или семейная пара пенсионеров. Настольные игры любят все, так что на это можно смело заработать. По моему мнению, это недорогой и крайне необычный вид бизнеса, который легко реализуем и маржинальный. К слову, конкуренции в этой сфере практически нету. Это и все ранее упомянутое является неоспоримым плюсом в пользу данного вида бизнеса. Если все прошлые бизнесы по различным причинам вам не подходят, есть последний, но не менее интересный вариант, а именно зеленый фастфуд. Да-да, я говорю именно про фастфуд для вегетарианцев. В целом эта идея не нова, но вегетарианцев с каждым годом становится все больше и больше. Оттого и спрос на подобный вид быстрой еды только растет. Например, существует американская сеть Sweetgreen, которая пользуется ошеломляющим успехом в Соединенных Штатах с момента своего создания в далеком 2006 году и насчитывает около 140 торговых точек. Выйдя на рынок в ноябре 2021 года, она предлагает салаты и блюда из свежих, полезных для здоровья, местных и сезонных ингредиентов. Sweetgreen называет себя Макдональдсом своего поколения. Чтобы увеличить скорость приготовления своих блюд, составляемых на заказ, прошлым летом компания приобрела стартап, занимающийся разработкой сервисных роботов. Плюсами такого бизнеса является повышенный спрос и интерес со стороны людей с вегетарианским образом жизни. Немаловажным плюсом является и то, что в этой сфере не такая большая конкуренция, как в других сферах бизнеса, связанных с едой. И это с учетом повышенного спроса. Все это может стать бизнесом, приносящим стабильную прибыль. На этом все, дорогие друзья. Какие виды необычного бизнеса можете предложить вы? Свои идеи предлагайте в комментариях. Спасибо за просмотр и всем пока!